Вероника Ермакова Вероника Ермакова Вероника Ермакова Вероника у нас росла как принцесса И когда приехал Джессика Я подумала, что не будет Игра, будет какой-то концерт Дядя Федор А у вас денежка для молодой Симпатичной девушки не найдется? Ну Хорошо, секунду, секунду Вероника не могла понять, почему Родители так просто поселяют эту наглую Незнакомку в свою комнату И отдают ей последние деньги Бай-бай Мам, папа, это что такое? Не переживай, она дочка наших старых друзей Мне как только ее представили, я сразу поняла, что Вся эта история про дочь старых друзей Это полный бред Это же мои родители, они мне близкие люди Я вижу, что они мне откровенно врут Естественно, мне это не понравилось Я в тот момент решила, что я обязательно Узнаю, кто такая Джессика на самом деле На следующее утро Вероника возвращалась из школы домой И уже забыла о вчерашней стычке с Джессикой Однако, когда девушка вошла в квартиру Она не знала, что там ее ждет неприятный сюрприз Вероника была в шоке, что Джессика переносит ее вещи из комнаты Да мне просто эта комната больше нравится Ой, я решила вещи тебе принести По какому праву вы здесь распоряжаетесь? Да что ты все вякаешь? Пыль еще там у себя развела Лучше бы взяла тряпку, да пыль протерла Это мои вещи, не трогайте Слушай, помоги мне, а Не буду я вам помогать Ой Не трогайте, я сказала Ты что, со мной драться, что ли, будешь? Берите руки! Слушай меня сюда Значит, еще раз ты мне что-то скажешь Ты получишь промеж глаз Поняла все свои вопросы к родителям? Такой наглости и хамства Вероника не ожидала услышать в свой адрес От этой странной незнакомки, которая хозяйничала в их квартире Алло, мама Мама, я хочу, чтобы это дитя Святов уехало от нас сегодня же Она выселяет меня из моей комнаты Что значит, я должна быть дружелюбней, мам? Так, у тебя есть 15 минут для того, чтобы вот эти книжки перенести и вообще переехать И не пыхти Ты кофе будешь? Не, ну дурацкая ситуация сама по себе Меня прям трясло Я ж не знаю, что делать даже в такой ситуации Потому что, ну, не драться же с ней в конце концов Хотя есть у меня подруга Алена Вот она бы точно с ней подралась Она такая решительная у меня девчонка Не то, что я, а не оба После стычки Вероника вызвала свою лучшую подругу Алену на совет Рассказала, что к ним приехала странная женщина Джессика А также о подозрительном гостеприимстве ее собственных родителей И высказала подозрение о какой-то семейной тайне Вероника не могла разобраться, что все это значит Чего ты хочешь? Я хочу, чтобы она уехала От меня чего ты хочешь? Я хочу, чтобы ты помогла мне сделать так, чтобы она скорее уехала Ну все, сейчас тогда разберемся Сейчас найдем то, что они скрывают от нас Смотри, что если родители Джессики Спасли твоих родителей от страшной смерти? Нет, ерунда пока это, слушай Ерунда А что если родители Джессики прикрывают твоих родителей Так как они совершили преступление? Не, Ален, ты что говоришь? Ты сама слушай Ты моих родителей видела? Не, ну видела, ну что, по молодости Мои родители тоже мама была лысая, папа Асхайром ходила А мои по молодости преступления совершают Алена, ну ерунда, честное слово Не, ну Алена, конечно, очень инициативная девочка То есть она может много всего придумать Но иногда мне кажется, что она слишком увлекается И какой-то откровенный бред, если честно говоря Слушай, ну все, давай позвоним парням Они сейчас приедут, репу ей начистят И она уедет к себе домой Фу, слушай, ты мне помогать будешь? Или ерунду говорить сегодня? Ну они ей репу начистят, их посадят Отвечать буду я Тогда шантаж В смысле? Ты собираешь сумку, приходишь к родителям И говоришь Либо я, либо Джессика И все Ты думаешь, они тебе откажут? Они сразу ее вышвырнут из дома Шантаж это всегда выбор Какой бы он ни был Здесь просто главная грань не перейти Правильно? Вероника ведь уйдет не навсегда из дома Она вернется, родители как раз подумают Кто им дороже Вероника или Джессика Но если уж они выберут Джессику То тут определенно надо идти в полицию Нет, ну я сама по себе в принципе человек решительный То есть я привыкла действовать Но когда Алена предложила шантаж Тем более шантажировать родителей У меня же тоже есть какие-то нормы, принципы Мне кажется, это как-то действительно очень некрасиво Вечером дома Вероника пыталась понять, как ей быть Она знала, что с мамой, которая по поводу Джессики для себя все решила Разговаривать бесполезно Никусь, привет, мама дома? Привет, нет, мамы нет А, ну я тогда пошел к Сереге Пап, мне надо с тобой поговорить Что? О чем? Ну сейчас поговорим А Джессика дома? Нет, Джессика нет А, ну тогда давай поговорим Вероника хотела переманить на свою сторону отца Слушай, я тебя Пап, сделай что-нибудь, чтобы Джессика уехала Как? Прямо сейчас? Прямо сейчас Да ты что, о чем ты говоришь-то? Пап, ты можешь, как глава семьи, сделать так, чтобы Джессика навсегда от нас уехала Никусь, ты это прекрасно знаешь, что этого мы сделать не можем Почему не можем? Пускай едет в гостиницу Но ты знаешь, что у Джессики нет денег У Джессики нет денег, у нас есть деньги Давай мы сами оплатим ей гостиницу Ну какая гостиница, может быть, времени уже поздний час, на улице уже вечер Да любая гостиница, она ведет себя по-хамски Ты знаешь, что она выселила меня из моей комнаты? Как выселила? Я, конечно, понимаю Веронику Но как ей было все объяснить? По-старому уже жить невозможно А по-новому, ну как-то вот не получается еще Вероника сначала пыталась выяснить у него, чем папа и мама обязаны Джессике Но отец молчал Тогда ей ничего не оставалось сделать, как поставить вопрос ребра Ты устраиваешь нам спор Успокойся, все Значит, я для вас уже ничего не значу? Перестань кричать Мы Джессику не можем выселить Ты это прекрасно понимаешь Мы взрослые люди Все будет так, как мы решили Ты ведешь себя недостойно, как избалованная принцесса Все, я ухожу к Сереге Меня очень удивила реакция отца Потому что, конечно, я рассчитывала на его понимание Я была в совершеннейшей растерянности Потому что я понимала, что к маме я не пойду с этим вопросом Она вообще очень категорически настроена по поводу Джессики Ну и все, и помощи мне ждать не от кого На следующий день Вероника пригласила домой своих друзей Но она никак не ожидала, что к ней в комнату ворвется Джессика И устроит скандал Заткнулись Встали и пошли отсюда вон Петь будем в горах Встали и пошли вон Вероника была в полном недоумении Что это Джессика позволяет себе у них в доме? Нет, вы что, плохо русский язык понимаете? Я говорю, встали и пошли отсюда вон Это моя комната Я буду здесь делать все, что захочу Сядьте Одного послали мы до гастронома Одного послали Ты что, не понимаешь? Я сейчас гитарой по головам пройдусь Пошли отсюда вон Джессика жесткая тетка, но крутая, крутая Как она нас с гитаркой-то выставила Такая прям вообще здоровская Я бы хотела на нее походить, конечно Вот такие же и сделают До свидания Гитарку можно? Можно, можно гитарку До свидания Не дай бог Ой, а что стоим-то? Ну давай иди гостей провожай Да и поверить не могла, что вообще такая фигня в нашем доме может происходить Я в жизни бы такое никому не простила Тем более какой-то сучке, которая никто мне вообще по сути Конечно, я после этого решила, что я точно уйду из дома Вероника была взбудоражена и возмущена до предела Мать Вероники, Анна, не ожидала, что дочь решится на такое Начнет собирать вещи, чтобы уйти из дома Объясни мне, пожалуйста Меня хватит, я ухожу из дома Нет, нет, я не позволю тебе Мама, или я, или она Ну ты же, ты же знаешь, мы не можем Она не дочь наших старых друзей, да? Постой, постой, я не пущу тебя Да подожди же ты, подожди Нет, не пущу Джессика, Джессика, останови Веронику Джессика Ты должна А я никому ничего не должна Уйди с выхода Нет, не пущу Я скажу тебе То, что незнакомка, ее старшая сестра, повергла Веронику в шок Да я вообще не понимаю, как в семье что-то можно скрывать Какие-то скелеты в шкафу, это же все равно все выплывет Я стою перед мамой и просто обтекаю Меня в этой ситуации больше всего шокировало не то, что у меня сестра какая-то внетемная просто появилась, а то, что мама, которой я доверяла все свои 17 лет, просто нагло врала мне все эти годы Мать пыталась что-то объяснить Веронике, но та не захотела ее слушать Она поняла, что после такого признания от Джессики просто так не избавишься Поэтому Вероника, не обращая внимания на причитание матери, решила просто уйти из дома Целый день Вероника бродила по парку, потому что возвращаться в дом, где ей врут ее собственные папа и мама, она не хотела Бедная девушка никак не могла смириться с тем, в чем была вынуждена признаться ее родная мать, что эта наглая гостья Джессика оказалась ее родной сестрой Вероника просто не находила себе места и все думала, как ей себя вести дальше Но я тогда как рассудила? Может быть, Джессика грубая, может быть, она хамоватая, но она моя сестра, мы одна семья, родственников не выбирают, и мы должны как-то попытаться наладить отношения Я должна ее попробовать полюбить, что ли Вероника вернулась домой с твердым намерением поговорить с Джессикой, ведь она оказалась ее родной сестрой, и теперь ничего уже не изменишь Придется с этим мириться Вероника твердо решила попробовать наладить отношения с Джессикой Но Вероника и не знала, чем закончится этот разговор Я даже не знаю, как теперь с вами общаться, на ты или на вы Ну давай на ты, сестренка Мне очень сложно сформулировать свои чувства Я разделяю все твои чувства Нет, я понимаю, вам это, наверное, очень обидно, тебе это очень обидно Потому что я всю свою жизнь прожила с родителями, а ты жила одна, неизвестно где И что? Что ты хочешь от меня? Ты хочешь правды? Ну давай я тебе правду расскажу Только тебе эта правда не понравится А правда заключается в следующем, что я была в тех местах, в которых тебе не снилось Со мной происходили такие вещи, которые в принципе с тобой не могут произойти Вот тебе правда, во всем виноваты родители Иди к родителям, спрашивай их эту правду Что ты ко мне пристала? Вообще место твое вон там, вон, Штирлиц Иди Конечно, я была тогда обижена А как я должна после такого разговора относиться к своей сестре? Ну с одной стороны, ее можно понять, она была обозлена Но с другой, почему я должна терпеть хамство от человека только потому, что он мой родственник? Первый раз Веронике не удалось наладить отношения с Джессикой Но девушка решила, что попробует запастись терпением Вероника убедила себя, что жизнь Джессики вне дома была тяжелой и сложной И поэтому надо отнестись к ней с пониманием Но Вероника была поражена, когда застала Джессику в коридоре Ты что делаешь? А ты что сведешься? Куда не надо? Ты же взяла деньги Ну и что? С дешевого кошелька Я сейчас родителям скажу О, я бы хотела на это посмотреть Давай, иди Пойдешь? Ну ладно, все, я пошла Ты знаешь, они мне много должны Папе передай Пока, сестренка, родителям привет Да как воровка В собственном доме У меня было всегда мало карманных денег Но родители немного давали Но я себе такого никогда не позволяла Были у меня там друзья, приятели, которые хвастались тем, что они там втихую у родителей таскали Но это подростки А это взрослая женщина Не хватайте денег, иди работай Вероника была возмущена поведением Джессики Она решила разбудить родителей и сообщить отцу о бесстыдном поступке сестры Джессика взяла деньги из твоего кошелька Спокойно, дайте поспать, у нас сегодня вторая смена Я вам говорю, Джессика своровала, у тебя деньги Ну и что? Ну взяла, значит, надо Ну да, она же взрослая женщина, ну понимаю, у нее денег нет Ну покушать, например, нужно будет Вероника не понимала, почему родители так спокойно отреагировали на поступок Джессики Она была в недоумении, ведь Джессика разоряла их семью Конечно, мы с Анной видели, что Вероника мучается Но мы ничего не могли поделать У нас с Джессикой был уговор Веронике просто нужно было немного перетерпеть Я прекрасно знаю, что нужно было все рассказать Веронике раньше Если мы все это рассказали раньше, ничего бы не случилось И ничего бы не произошло После уроков Вероника пожаловалась своей лучшей подруге на Джессику Алена включилась и начала сразу рассуждать Слушай, ну нам действительно надо разобраться, почему они друг друга терпят Сколько они не общались? Да я не знаю, много Много, да? Слушай, а может им нельзя было общаться? Может она была какой-нибудь разведчицей? Расслабься, я шучу, господи Чего ты так напряглась-то? Может она сидела в тюрьме? Слушай, может быть Вообще похоже Ну, как похоже? Как похоже? Там кто только не сидит, я тебя умоляю, что ты? Она ухоженная какая-то для зайчика Ну вот А сейчас родители тебе не рассказывают об этом Потому что они не хотят, чтобы ты пошла по ее стопам Понимаешь? Ну а зачем она приехала тогда, раз она зычка? Ну как зачем? Может она вас всех перерезать хочет? Откуда я знаю, зачем она приехала? Слушай, ну хватит, я серьезно Это все наши догадки Нам нужно хоть что-нибудь найти За что действительно можно зацепиться Слушай, может у них есть какая-нибудь вещь Которую они по ночам достают, плачут, вспоминают о ней Опять издеваешься? Не издеваюсь я Ее надо найти, понимаешь, эту вещь Ну и что? Зачем? Что она нам даст? Как зачем? Она даст нам хоть какую-то зацепку Понимаешь? Ну в принципе да Слушай, ну я тогда лучше сама ее поищу, ладно? Господи, естественно Я же не буду рыться в носках и трусах твоих родителей Я всегда живу по принципу Доверяй, но проверяй То есть я везде ищу доказательства И тут еще такая история с Вероникой произошла Что надо копаться, копаться, выяснять что-то Прямо как мой парень говорит В тебе копаться одно удовольствие Вероника воспользовалась тем, что никого не было дома И пыталась найти хоть что-то, связанное с Джессикой Хоть какую-то зацепку, что могло бы пролить свет на тайну в ее жизни И внезапно Вероника обнаружила то, что совсем не ожидала найти Это был альбом с фотографиями, который она раньше не видела Но, начав его листать, Вероника очень разочаровалась Там были старые снимки, где родители вдвоем Где они с друзьями в молодости Но Джессики на фотографиях не было На одной из страниц альбома Веронике попался старый затертый конверт С обратным адресом города, где раньше жили Ермаковы Но пока Вероника не знала, как поступить с этой находкой Она перебирала фотографии просто так И обратила внимание, что в альбоме пробелы Что кто-то вырывал фотографии, пытаясь что-то скрыть Пустые места в фотоальбоме И вот как узнать, была Джессика на этих фотографиях Не было там Джессики К родителям пойду, соврут К Джессике сунусь, а просто пошлет И понимаю, что безвольная я какая-то Так себя жалко стало, чуть не разревелась Вечером, когда Вероника делала уроки Она услышала странный разговор между родителями Федор только что пришел с работы И стал рассказывать Анне о каком-то непонятном событии Все, мать, договорился Завтра приходит утром мужик А деньги? Деньги с собой принесут завтра А, хорошо В мою воду, большая сумма, она все это сама Я говорю, да ладно, машина-то ведь настоящая Деньги-то может быть машиной не быть Вы что, машину продаете, что ли? Вот из-за Джессики С чего этого дела? Почему Джессика? Почему мы должны машину Джессики Из-за Джессики? Веронике было обидно, что родители вновь от нее что-то скрывали Мы машину не продаем, потому что с мамой денег подкопили Решили новую купить Нашу, это уже совсем старая машина Я вам не верю Откуда у вас деньги? Нефтью, что ли, торгуете? Вот бывает в жизни, что живешь вот с людьми, с близкими тебе И думаешь, что им можно доверять Что они тебе доверяют А потом происходит какая-то фигня И понимаешь, что нет Что тебе просто врут в лицо Нагло врут Начинаешь копаться в прошлом Вспоминать все слова, сомневаться Я же сразу поняла, что они машину продают Чтобы Джессике эти деньги отдать Нет, врут И ведь если бояться признаться Значит, что-то нечисто Вот как будто откупаются от чего-то На следующий день Вероника позвала свою лучшую подругу Алену прогуляться И заодно поделиться своими подозрениями насчет Джессики Слушай, ну здесь надо копать дальше Ну? Ну что, ну, надо придумать какую-то новую дурку Какую дурку? Ну, как будто в школе тебе задали создать какое-то древо Понимаешь? Чтобы ты прошла по всем соседям И они тебе рассказали что-то о твоей семье Ну, это не получится Они что, все умерли, что ли? Да почему умерли? Мы же переехали Как переехали? Ну так переехали из другого города Когда я еще совсем маленькой была Слушай, давай к тебе в город съездим Ты что, Ален, кто наш город другой отпустит? Ну да, согласна Слушай, а ты когда копалась у родителей Ты не залезала к Джессике? Нет Давай залезем Слушай, я может хуже становлюсь Но мне эта идея нравится Только вдвоем Я просто не понимаю, почему Вероника такая нерешительная Умная девочка, много знает А как надо что-то сделать конкретное Так у нее сразу затык происходит Да мне если бы надо было узнать правду Я бы легко в другой город поехала за этой правдой А она все чего-то боится Что боится, не понимаю Вероника заметила, что Джессика по вечерам пропадает где-то вне дома И подруга предложила ей подождать, когда Джессика уйдет и проверить ее комнату и личные вещи Возможно, там найдется то, что откроет все Здравствуйте Здравствуйте У меня ее зовут Самое дебильное имя Мне очень приятно А вы меня помните, вы нас выставили, когда мы там на гитаре О, да Я прям так и сводилась Приятного вам вечера Чего ты к ней прицепилась? Чего она к маме не цепляется? А к чему она не цепляется? Ну да Ну, че там? Вот, все вышло Когда я первый раз увидела Джессику Я сразу поняла, что это тетка непростая штучка Жалко у меня нет ни братьев, ни сестер Я бы с радостью такую сестру умела С такими вот бороться тяжело, дружить тяжело Прямо вот про таких, как она, легенды пишут во дворах Старушки, соседки, все Ну давай, давай, пошли, Вероник Ну давай, чудачкуш, пошли скорее На деле оказалось, что Веронике неприятно рыться в чужих вещах Она уже сто раз себя прогляла, что согласилась на предложение подруги А вот у Алены проснулся настоящий азарт разведчика Ален, ну помоги мне, здесь большая сумка Давай, только по-быстренькому, аккуратненько Ладно, давай, все Девочки перерыли все вещи Джессики Но ничего подозрительного им обнаружить не удавалось Вероника стала волноваться, что Джессика внезапно вернется и застукает их здесь Но подруга была неутомима Детектив, смотри Нет тут ничего Собираемся, едем к тебе в город Все Ален, ты что, как мы можем поехать ко мне в город? Кто нас отпустит? Дверь закрой Ален, мы не можем поехать Дверь закрой Мы не можем поехать Ты понимаешь, нас никто не отпустит, как далеко одних Что значит не можем поехать? Можем Поговорим с родителем Твоим наврем Моя мама же все знает Она нам даст деньги на дорогу Все нормально будет Вот в тот момент я реально поняла, глядя на Аленку Что нужно начинать действовать Хватит всего бояться Рано утром Вероника и Алена приехали в город, где раньше жила семья Ермаковых И сели ждать у подъезда дома, адрес которого Вероника прочитала на старом конверте Но никто из соседей никаких Ермаковых не помнил Не, Ален, все, поехали Сил уже нет сидеть больше Куда поехали, Вероник? Ну мы только что приехали Ты прикалываешься, что ли? Я не собираюсь ехать обратно Ну а что делать? Ее нет Что, что нет? Подруги чуть не поссорились Вероника твердо решила уехать Но Алена не унималась И уговаривала ее остаться И найти ту соседку, которая должна была все знать Здравствуйте Здравствуйте Простите, пожалуйста, мы ищем Татьяну Павловну Вы не можете подсказать, где бы она могла быть? А кто вы такие, девочки? Из соцзащиты Да что вы говорите? Да Из соцзащиты Сергей! Сергей! Спустите в меня Сергей! Нашла я этих двух прошпандовок, чтобы ловить на прошлое недели Света, сходи в прошпандовок Бросьте Проходи, Макадир Это не они, все Вы кто такие, девчонки? Извините, пожалуйста, мы приехали к Татьяне Павловне Нам надо от ее родителей передать ей привет Она здесь жила раньше А у тебя что, немая, что ли, рядом стоит? Нет, я просто испугалась А фамилия ваша как? Ермакова Света, иди давай, мы тут сами разберемся Длительность нужна всегда и во всем Особенно в наших вот эти вот жестокие смутные времена Несмотря на то, что очень много развелось сволочи Я считаю так, что порядочных людей очень много Их нужно распознавать и им помогать Здорово вы ее! А ты не подмазывайся, молодая еще Съехала ваша Татьяна Павловна? Уже лет десять как съехала Разменяла квартирку с детьми и съехала Я же говорила, зря только ехали Спасибо вам большое Спасибо большое, до свидания Девчонки, она вам точно нужна? Да, конечно У меня адресок ее есть Она недалеко здесь поселилась Где-то квартал отсюда Могу дать, поднимайтесь Спасибо большое Все пацаны говорят, что менты-козлы Мы столкнулись с такой ситуацией Когда приехали в другой город Бабка нам должна была помочь Она чуть не сдала нас ментам А мент оказался вообще Вот таким вот крутым чуваком Он нам помог, дал адрес Проводил даже Вообще Сейчас я совершенно поменяла свое мнение о них Все только вокруг не верят мне почему-то 15 минут спустя Вероника и Алена уже сидели в гостях У бывшей соседки Ермаковых Татьяны Павловна Короче, вот возьми, сейчас я ложечки дам Так Вот вам, пожалуйста Ну, расскажи, как там Алена проживает? Какая Алена? Ну, как какая Алена? Сестра твоя, Алена Я не знаю никакую Алену А сколько ей лет? Ой, лет сколько же ей Тогда ей 17 было 17 вот я жила Ну, лет 35 Да, 35 Она такая светленькая, да? Светленькая, такая хиповатая Жесткая, да? Да, да Такая нелинейная Ну, да, такая Так она сейчас имя сменила на Джейсиху Как имя сменила? А зачем имя сменила? Как? Чтоб судьбу поменять В город другой переехала Ой, ну это и правильно, да Правильно, девчонка Бедовая была Как бедовая? В смысле бедовая? Расскажите, пожалуйста А то у Вероники не можешь спрашивать У родителей неудобно Я бы уже давно спросила Она вот стесняется Ну, она в школе училась Прям гуляла Гулящая была Ну, и вот потом она нагуляла Забеременела И вроде как Она аборт хотела сделать Вот А родители настаивают Нет, давай будем рожать Ну, она в отместку хотела Вроде Говорит, пить буду Выпивать Но нет, все хорошо Потом вроде ее родители Вероника не верила тому Что услышала про Джессику Да у меня вообще Все эти дни было ощущение Что я живу какой-то не своей жизнью Каждый день какие-то сюрпризы И вот когда я сопоставила Все, что я за это время узнала Я поняла Что в этой ситуации С Джессикой, с ее ребенком Виноваты родители Вернувшись домой Вероника не смогла Сдержать в себе накопленные эмоции Прямо с порога Она приступила к допросу Мама, где ребенок Джессики? Господи, какой ребенок? Ребенок, которого родила Джессика Родители Вероники были ошарашены Они не знали, что ответить дочери Мам, ничего не случилось Подожди, подожди, подожди Непонятно Просто ответь мне на вопрос Как ты узнала о ребенке? Какая разница, как я узнала о ребенке? Расскажи мне Не буду я тебе говорить Почему я должна перед тобой оправдываться? Теперь кто рассказал? Устить, вертить, юлить Папа просто молчит И я не знаю, как к ним пробиться Мама, ответь мне на вопрос Я не буду с тобой разговаривать Когда ты говоришь в таком Тоне Спокойно, спокойно Пойди, поди, успокойся Мама, где ребенок Джессики? Я тебе еще рассказала Я не хочу, чтобы ты на меня кричала Вы выдали Джессику с ребенком Подожди, подожди Подожди, подожди Подожди, подожди Потом будем с тобой разговаривать Из своего дома Как ты могла такое подумать вообще? Я не хочу даже такой бред слушать Вы опять врете мне в лицо Как только зашла, стала матери все рассказывать И матери, и отцу спрашивать у них Это бесполезно Вероника поняла, что роднее близкой подруги У нее никого нет Поэтому она сразу вернулась к Алене Вызвала ее во двор И рассказала о ссоре с родителями Ну что я тебе могу предложить? Надо к Джессике идти Зачем? За правдой, зачем? Узнать всю правду о ребенке Да я уже не знаю Хочу эту правду знать или нет Ник, ты что? Ты обязана знать правду Обязана А что она мне даст? Это правда Как что? Ты, во-первых, узнаешь правду о своей семье Ну и зачем? Как зачем, Вероника? Ну ты что? Правда, она нужна Обязательно Ты посмотри на себя Ты затохла совсем Ты никогда такой не была Вспомни, сколько мы с тобой постоянно Гуляли, развлекались А сейчас что с тобой стало? Да ведь Джессика и соврет, недорого возьмет Я не понимаю, у тебя есть другие варианты? Я не понимаю, какой смысл Джессике врать Такие, как она, могут приврать, конечно, ради шутки, ради прикола Но если уж дело пойдет серьезное, то они врать не будут Вероника шла к Джессике с тяжелым сердцем Она понимала, что ее ждет трудный разговор Вообще-то ответа нужно дожидаться Но Вероника даже не предполагала, что ей предстоит услышать Ты что пришла ты? Я хочу, чтобы ты рассказала мне про своего ребенка А что, тебе родители не могут рассказать? Я не выпущу тебя, пока ты не расскажешь мне про своего ребенка Они врут мне Я так понимаю, что ты о ребенке знаешь уже, да? Ну конечно знаю Ну садись, если хочешь, я тебе расскажу про ребенка Джессика рассказала Веронике, что в юности она дружила со множеством парней Курила, пила и однажды забеременела Но проявление токсикоза она приняла за похмелье Родители первыми заметили, что дочь забеременела Джессика захотела сделать аборт Но Федор с Анной не позволили ей этого Во всем виноваты родители Это они сейчас себя так ведут А тогда они мне задавали вопросы и говорили, ты ненормальная Джессика поделилась, что она лежала беременная в психушке После этого разве мог родиться здоровый ребенок? А ты как к абортам относишься? Категорически против Ну да Но только когда не знаешь, кто в тебе находится От какого урода у тебя там этот ребенок Ты понимаешь, хочется от него избавиться Вернулась я из психушки Ну и в общем родители сами стали провоцировать меня Стали орать на меня Вызывать какими-то действиями Естественно, на крики я стала тоже ором отвечать А где теперь ребенок? А ребенок умер Умер в психушке Если хочешь, пойдем, я тебе могилку покажу Собирайся Я сожалею Мне нужны твои сожаления Сожалеет она здесь сидит Потом меня родители опять в эту психушку упрятали Я оттуда сбежала Уже сбежала в столицу, понимаешь? Стала там жить Я позвонила родителям и сказала, что я больна с ПИДом Нечего меня искать Они говорят, что мы тебя искать-то будем? У нас Вероника есть Через какое-то время нашла себе миллионера Вот такого мужика Ну, в смысле денег Хороший мужик Мы с ним уехали за границу Стали там жить А потом его грохнули Оказалось, что он должен всем друзьям Ну, я не знаю, должен или не должен По крайней мере, друзья так говорили Пришлось отдать все деньги Все, я одна на мели Что мне делать? Я была и нянечкой Я была и гувернанткой Ой, я тебе не буду перечислить, с кем я там была А потом вернулась Потому что попался один лох Дал мне денег И вот я здесь У родителей Так Вот еще хотела сказать Я не Джессика Я Алена Только Алена Я терпеть не могу Так что ты своей этой подруге передай, что Ну, нет у меня никаких претензий Ну, имя я не люблю такое Да я просто в шоке Я после этого разговора совершенно по-новому посмотрела На родителей, на то, как они меня воспитывали Как тряслись надо мной Они просто боялись Что повторится вся эта история с Джессикой Алена прибежала к Веронике по первому зову И Вероника рассказала ей то, что услышала от Джессики Зарабатывала себе на жизнь А теперь она приехала сюда, к родителям Чтобы взять у них денег и начать новую жизнь Она так прониклась трагедией в судьбе Джессики Что просто недоумевала Как ее родители могли так грубо обращаться с ее старшей сестрой Вероника поражалась, что мама и папа Скрывали от нее эту страшную правду Маму с папой жалко Нет, маму с папой не жалко Они все время мне врут Слушай, а ты ей вообще веришь? Кому? Кому, кому? Джессике? Конечно, верю Ты бы видела, как она говорила со мной Слушай, ну ты же не знаешь их историю Они же тебе не рассказывали Мама с папой не расскажут Они опять будут мне врать Поехали к тебе? Ко мне? К тебе, ты же меня приглашала Конечно, поехали Слушай, да ты здорово, круто вообще Поехали ко мне на дачу Подружек так вдохновила эта идея Что они сразу ринулись ее осуществлять Я оставила родителям очень пафосную записку Не могу больше жить в этом доме Ухожу Не могу простить всем ложь, смерть ребенка Джессики Ну сейчас, конечно, стыдно уже за такие слова Ну тогда меня совсем перекрыло Мне было не до формулировок красивых Как только родители Вероники Нашли записку дочери Они тут же побежали к Алене Анна и Федор Успели поймать девчонок с сумками Когда те торопились на вокзал Чтобы уехать на дачу Вероника, мы тебе сейчас все расскажем Вероника, ты понимаешь, что ты дочь Джессики Джессика твоя мать Это вы что, получается, приемные родители? Нет, я бабушка, а он... Я дедушка Вероника, мы тебе все абсолютно бы рассказали Понимаешь? Я когда услышала это, я реально просто офигела Я вот людей вижу сразу насквозь Ну что бы такое? Я была дочерью пожилых родителей Теперь я дочь проститутки И какого-то неизвестного чувака Ну вот что люди в таких ситуациях обычно делают? Ну, когда узнают такое Вероника хотела услышать всю правду Из уст собственной матери Ну все, что я тебе сказала, все это правда За исключением одного Что ребенок умер Ну, мы домой пойдем? А что теперь? Да ничего теперь Будем жить, как жили Не, ну ты замечательная девочка, понимаешь? Не дебилка какая-то Ну не моя ты девочка Ну не испытывай я к тебе никаких материнских чувств Ну понимаешь? Вероника была возмущена таким равнодушием и холодом Со стороны родной матери Да я видела, что Веронике больно Но иногда правда отрезвляет Ну нет у меня материнских чувств Ну нет у меня материнских чувств И вообще, чего я должна оправдываться? Я не понимаю Вероника весь день чувствовала себя убитой Убитой, подавленной и никому не нужной От нее отвернулась собственная мать А своим псевдородителям она больше не верила Она знала один способ покончить со всем Она уговорила Алену пойти вечером в кабак и напиться там Всем в отместку Да я как вспомню аж мурашки по коже Мы решили сходить в кабак Приходим, познакомились там с ребятами С виду вообще приличные Вот такие вот классные ребята Поехали к ним домой Они нам давай наркоту предлагать Ну Вероника и решила за все оторваться Ручонки свои тянет Я ударила по рукам Чтоб не тянулась И мне чернявый какой-то как в глаз дал Вероника взбесилась Как давай их стулом гасить Тут началось месиво такое Я смотрю дверь приоткрывается Я Веронику за волосы хватаю Мы бежим, убегаем оттуда по лестнице Бежали, бежали Еле убежали И тут Вероника отключилась естественно Мне пришлось ее тащить После тревожного звонка Алены Джессика тут же примчала с девчонком на помощь Что тут Джессика? Что тут Джессика? Мы тут Скорей сюда Вы что здесь? Да там менты кругом ходят Что не хватало, что мы за этой дурынтовой обезьянник попали Все Подруга Вероники рассказала Джессике, что с ними случилось Алену поразило, что эта женщина тут же взялась им помогать И сумела привести Веронику в сознание Но Вероника отреагировала на появление матери очень грубо Она решила прямо сейчас высказать Джессике все, что накопилось Я тебя ненавижу Я тебя еще устрою Аборт нормальный Пусть сделаем Всем делать Аборты Аборты Душить уродцев В утром Джессика молча сносила все оскорбления дочери, думая только об одном Как доставить Веронику домой? Взрослела девочка Все? Все? Теперь домой, да? Смотрю я на пьяную Веронику и понимаю в тот момент Как я была не права Зачем я приехала? Жила спокойной жизнью Хорошая девочка Вероника И горе себе не знала Чего я приехала? Зачем я здесь? На следующее утро Вероника проснулась в ужасном состоянии Она услышала приглушенные голоса из гостиной Ей не хотелось выходить Но страшно хотелось пить Вот так Вот так Какое состояние Но Вероника не ожидала того, что ей предстояло услышать от Джессики Пей, сейчас полегчает Мы тут с мамой и с папой поговорили Все обсудили Я тебе хочу сказать, что я уезжаю Деньги я забираю, потому что они мне нужны Я знаю, что тебе нужно поступать Я все верну, как только будет возможность Мам пока, пап пока Провожать меня не надо Все, пока Я считаю, что мы поступили правильно Мы тогда с Анной договорились, что пусть нам без этих денег может быть и будет не совсем хорошо Но зато хоть что-то мы сделали для родной дочери Правильно, что Джессика уехала Мы уже привыкли жить без нее Мы, конечно, не ожидали, что все так получится Но теперь для нас самое важное Чтобы Вероничка от нас никуда не уехала Без нее, ну, никуда Прошел год Страсти в семье Ермаковых улеглись Вероника очень повзрослела после всей этой истории И сразу после школы поступила в Московский институт Джессика уехала также в столицу И удачно вышла замуж К удивлению Ермаковых старших Ей даже удалось вернуть большую сумму Которую она брала у них в долг А Вероника до сих пор нас называют мама и папа И мы этому рады Потому что оно и понятно Ведь мы с Анной вложили в нее столько любви Столько энергии, как настоящие родители С Вероникой мы редко видимся Только когда она на каникулы приезжает Ну, мы-то сейчас на пенсии Свободные люди Можем в любой момент собраться и приехать к ней в Москву Ну, конечно же, не на свои деньги Нам Джессика помогает Спасибо ей за это Ну, определись, куда идем Мам, может, в зоопарк? Я вообще хотела в Эрмитаж сходить Какой мать? Эрмитаж ты что? Эрмитаж в Ленинграде Ну, ты даешь Папа, Питер Питер Да мама, наверное, имела в виду сад Эрмитаж Ну, конечно Я лично белая полоса И все это благодаря Веронике Эта девочка полностью изменила мою жизнь И теперь у меня все вот так вот В Москве Джессика и Вероника стали больше общаться друг с другом И нашли общий язык Но не как мать с дочерью, а как подруги Но их это не смущает Для Вероники родителями навсегда останутся Анна и Федор Ее родные бабушка и дедушка Никогда нельзя знать, что можно от этой жизни ожидать И нужно быть ко всему готовым И хотя я не представляю сейчас, что ждет меня в будущем Но одно я знаю точно Своих детей я буду нежно-нежно любить В основу фильма легли реальные истории реальных людей